Ребята, привет, подписчики, привет, гости канала. Сегодня хочу такую тему очень интересную поднять. Значит, чужих детей не бывает. Если полюбил женщину, значит полюбишь ее детей. Итак, что мне в этом во всем больше всего нравится? То, что женщины очень активно продвигают вот эту тему. Вот очень активно развешивают эти ярлыки. Настоящий мужчина, ненастоящий мужчина. Очень часто и много говорят о том, что чужих детей не бывает, что детей любить нужно и так далее и тому подобное. Особенно это любят говорить женщины, которые разведены, у которых есть дети, что ты ненастоящий мужчина, если ты чужих детей не любишь. Но почему мужчина должен любить чужого ребенка? Вот, допустим, мужчина привел к себе в дом женщину с детьми. Это его дом, это его территория. И он уже попадает на то, что ему нужно тратить свои ресурсы, время, деньги, нервы на то, чтобы воспитать этих детей, туда что-то вложить в этих детей. И не факт, что эти дети потом скажут спасибо. Но я уже на эту тему неоднократно говорил. Я даже сам пытаюсь с ними спорить и говорить, хорошо, пришла, значит, вот эта вот семья ко мне. То есть я сразу же отрицаю тот факт, что не мы женщину берем с детьми в свою семью, а женщина нас берет в свою семью. Ну что за бред? Зачем нормальному мужчине чужая семья? Нормальный мужчина в чужую семью никаким образом не полезет. Он создаст свою семью. Так вот, значит, женщина ко мне с детьми приходит в мой дом. Естественно, у этого ребенка другое отчество, другие гены, другая фамилия. У него есть бабушка с дедушкой, пацану, у него есть отец родной. И они, в принципе, как бы теоретически имеют право приходить к ребенку. Теоретически они имеют право мне говорить, что нужно делать, чего нельзя делать. А уж если тем более я этого любимого ребенка от женщины начну наказывать, то, скорее всего, я попаду в какую-то конфликтную ситуацию. То есть кто ты такой, имеешь ли ты право. И вообще ребенок может мне сказать, а ты мне здесь кто такой, ты чего меня наказываешь? Или я сейчас отцу своему позвоню, и он тебе там по морде даст. И такое встречается, и такое дети могут говорить. Так вот, к примеру, у ребенка день рождения. Ты, значит, бежишь за подарком, тратишь бабки в супермаркете, накрываешь стол. И приходит отец ребенка, приходит бабушка, дедушка, да, ребенка. Тебе в дом пришли, по сути, чужие люди. Абсолютно чужие. Зачем нужно это нормальному мужчине? Почему я решил вообще этот ролик запилить? Я вам сейчас прочитаю пост в одной из групп, а потом почитаю женский комментарий. Итак, сам текст поста. Женщины, вопрос к вам, а у вас всегда был материнский инстинкт? Или потом появился, мне 30 и детей вообще не хочу. Раздражают писки, оры. Муж хочет детей. Постоянно намекает. А я, ну, вообще не готова. И такое, да, встречается. Есть женщины и девушки child free, да, которые хотят свободно жить без детей. Есть женщины, которые по другим каким-то причинам там, то есть, просто, ну, не любят детей. Не хотят и все, и отказываются от того, чтобы рожать. Женщина задала конкретный вопрос, да, по поводу материнского инстинкта. Теперь начинается самый трэш, самый интересный, самый угар. А читаю ответы и комментарии женщины. Там, в принципе, 99% это комментарии от самих же женщин. Так, Светлана пишет. Детей не люблю, от слова совсем. Напрягают и раздражают. Дочь родила в 32, потому что дальше тянуть с этим побоялась. Дочку обожаю. С остальными детьми все по-прежнему. То есть, видите, она даже родила в 32 года только потому, что надо. Общество так требует. Ну, необходимо. Я сомневаюсь, что она любит там свою дочь. Просто она это сделала, потому что надо. Потому что она же должна быть настоящей женщиной, да. То есть, она же должна родить какое-то потомство. Ну, как чужих детей она не любила, так она прямо и пишет. Чужих детей не люблю, от слова совсем. Снежана пишет. Чужие ужасно раздражают. Не хочешь, не готова, не рожать. Материнский инстинкт может и не появиться совсем. Будет несчастенными ты и ребенок. О, иногда такие тексты читаешь, что язык сломаешь. Такой. Не хочешь, не готова, не рожай. Материнский инстинкт может не появиться. То есть, женщины прямо пишут, да, о том, что, ну, не факт, что появится. Не факт, что их нужно любить. И можно любить чужих-то детей. Елена, ко мне пришел материнский инстинкт, когда родила. А так относилась ровно. Обожаю своих детей. Все только для них. А их у меня четверо. Кстати, первую родила в 33. Тоже не спешила она никуда рожать. Анна, у меня и сейчас нет. То есть, инстинкта нет. Хотя ребенку уже 8 лет. Я люблю ее, но могла бы и не рожать. О чем этот комментарий? То есть, женщина родила ребенка. Она и не хочет, не хотела этого ребенка. И не хочет этого ребенка. И она вот просто уже так написала, что я люблю ее, но могла бы и не рожать. То есть, она, скорее всего, и не любит этого 8-летнего ребенка. Ну, уже люблю, надо было написать, чтобы там не закидали гнилыми помидорами. И не полились туда гневные комментарии. Значит, ну, люблю, могла бы и не рожать, да? А Мария пишет, значит, есть дочь 8 лет, нет материнского инстинкта до сих пор. Вот еще одна женщина, у которой ребенку 8 лет. Материнского инстинкта как не было, так и нет. И плевать им на этих детей. Просто они даже не умеют предохраняться. Где-то залетели на какой-то там в Писке вечеринке, где они там залетают. Или в Турции, там, от кого-нибудь там, Ахмеда, Вазгена. Вот, и родили. Ну, по сути, женщине этот ребенок не нужен. Она его не любит. Не любит. Абсолютно. Совершенно. Катерина со старшей где-то через месяца 2 после ее рождения. До этого на автомате все делала. На руки взять не хотела. Хотелось быть с мужем. И чтобы было как раньше. То есть ей хотелось любви, потрохушек, отдыхала. Я не осуждаю этого. Это, в принципе, нормально. Ну, нахера тогда вы рожаете? Нахера вы тогда не предохраняете? Какого черта, спрашивается, вы, блядь, не делаете аборт, если вам эти дети не нужны? Зачем выполнять вот эти вот галочки ставить? Что, типа, я должна родить. Кому ты чего должна? Ты никому ничего не должна. Сидишь ровно тут и не рожай детей, блядь. Ты понарожай, а потом, я не хочу. А вот потом вот эти вот женщины, которые сами же своих детей не любят, сами же их нарожают. Потом они ищут мужчину и начинают ему впрягать в голову то, что чужих детей не бывает. Настоящий мужчина полюбит детей от этой женщины, да? А для чего это делается? Все это для этого и делается. Запоминайте, мужчины, то, что вам паривают, женщины же это отрицают. Сами же они чужих детей не любят. Они и своих не все любят. Ксюша пишет, я знала, что у меня будет два брака и что от второго будут дети. Вы понимаете, да? Она уже заранее знала, что у нее будет два брака. И родит она только от второго брака. Как я вижу эту ситуацию? Короче, где-то эта девушка-девушка росла и скорее хотела просто спрыгнуть из семейного гнезда родительского, да? Хотела, наверное, нагуляться. Думала, так, сейчас какой-нибудь меня чепух возьмет замуж. Я с ним туда-сюда, из дома вырвусь. Потом найду более ресурсного, который сможет содержать меня и моего ребенка. И вот уже от него я рожу. Она сразу честно пишет. Я знал, что у меня будет два брака и что от второго будут дети. Дальше она там пишет, как она к этим детям привыкала. Пост достаточно длинный. Ну, мне интересно его читать. Не готовы, не рожайте. Вот и все. Хотя сама терпеть не могу чужих детей. Вот это вот пишет Олеся. Сама не может терпеть чужих детей. Но при этом же Олеся будет всегда говорить о том, что если ты настоящий мужчина, значит ты полюбишь и чужих детей. Ох уж эти бабы. Жамула какая-то пишет. Я никогда не могла сюсюкаться с чужими детьми. Улыбалась, угощала конфетами. Могла подержать на руках. Но какой-то нежности не испытывала. Из чужих деток обожаю только племянниц. Вот опять-таки. То есть показательную сделать любовь. Типа я же женщина, я же должна как бы детей любить. Вот это вот показуха. Кругом одна показуха. Показуха для того, рожая для показухи. К другим детям относятся более-менее нормально с показухой. В садике я уверен, что встречаются же и няни, и воспитатели, которые точно так же ненавидят этих детей. Просто терпеть их не могут. Какое воспитание? Что этим могут некоторые? Я не говорю сейчас за всех. Я говорю, что некоторые няни и некоторые воспитатели могут попасться вот из них. Может быть кто-то из них есть. Даже педагоги в школе. Которые ненавидят этих детей. Ну просто для показухи начинают вот это расуфыривание павлины к хвосту выпускать. И говорить о том, что чужих детей не бывает. Что настоящий мужчина, если полюбит женщину и полюбит ее ребенка. Это везде. Я могу читать эти комментарии. Они просто бесконечные. Бесконечные, бесконечные, бесконечные. Я тут зачитал, которые ярые, показывают всю картину, раскрывают. А, Татьяна, вот один из последних комментариев оставленных. Как радует, что я не одна такая, которая бесит чужие дети. У меня своих двое. Люблю, я обожаю. Автор своего будете любить 100%. Ну, как мы почитали комментарии. Не факт, что автор будет любить и своего ребенка. Ну, в чем мы точно убедились. В том, что женщины нам лгут. Когда говорят о том, что чужих детей не бывает. Что все дети достойны любви. Что почему-то мужчина должен, обязан любить чужих детей. А им это нормально. Для них это естественно. Для них это в порядке вещей. Всего хорошего вам, ребята. Крепкого здоровья. Берегите себя. Оставайтесь на канале. Подписывайтесь. Пишите комментарии. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok